Вы наверняка думали, что бы можно сделать такого, чтобы оказаться в книге рекордов Гиннесса. А пока вы думаете, роботы уже забронировали себе место и все чаще появляются в книге рекордов. Сегодня я вам расскажу про роботов-рекордсменов, поразивших мир и удивительных рекордов в сфере высоких технологий. Погнали! Десятое место. Самый большой беспилотник в мире, который может даже поднять человека, норвежский конструктор Хеннинг Педерсон и его ученики из университета Осло создали беспилотник, поднявший вес 61 кг на высоту более чем 1 метр на 30 секунд. Этого хватило для мирового рекорда. У мегакоптера есть рама, построенная из алюминия и фанеры, 48 спортивных двигателей и 13 пропеллеров. Девятое место. Гигантское количество дронов в небе. 1374 беспилотников компании Энхот Эгород создали в небе над китайским городом Сиань множество потрясающих картин. Сианскую городскую стену, шелковый путь, даянскую башню, высокоскоростную железную дорогу и цветок Сианя – гранат. Масштабы картины составили 100 метров в глубину, 260 метров в высоту и 1 километр 200 в ширину. Восьмое место. Самое большое количество роботов, танцующих одновременно. Попытки создать самую большую армию танцующих роботов захватили умы технологических компаний в 2016 году. А последняя из них состоялась 1 февраля этого года, когда 1372 робота Альфа-1С станцевали для Книги рекордов Гиннесса в Риме. Интересно, куда же дели все эти 1372 робота после рекорда? Седьмое место. Первый робот-инструктор по настольному теннису, разработанный корпорацией Амрон, робот Форсиус, был представлен как обладающий уникальными технологическими способностями и образовательными возможностями. На деле машина действительно может обучать теннису, благодаря датчикам дальнего обзора и движения. Массиву камер, расположенных над столом для пинг-понга и функции, показывая ученику траектории, по которой мяч будет возвращаться к нему после удара робота. Однако, реальным тренером для спортсменов робот может стать только после того, как скорость анализа данных о положении мяча увеличится с текущих 80 раз в секунду до 1000 раз в секунду. Но, честно говоря, видео от Кука смотрится эффектнее. Шестое место. Робот, собирающий кубик-рубик за 0,637 секунды. Робот Sub1 Reloaded с процессорным чипом Infineon сначала находит решение головоломки за полсекунды, а затем решает их ровно в 21 ход. Длительность поиска решения обусловлена чувствительностью камер, которая передает изображение кубика в компьютер. Алгоритм идентифицирует цвет каждой стороны, вычисляет решение и передает его на совместимую с Arduino консоль Infineon Aurix, управляющую шестью степперами. Пятое место. 36 часов виртуальной реальности. Мир виртуальной реальности может быть привлекательным, но к нему не так просто адаптироваться, как кажется. Если у вас слабый вестибулярный аппарат укачивать, там будет почище, чем на корабле во время шторма. Но австралиист Джек Макни не испугался и установил мировой рекорд по непрерывному пребыванию внутри виртуального приложения. Для эксперимента была выбрана графическая программа Title Brush и гарнитура HTC Vive. В ходе многочасового испытания Джек развлекался тем, что рисовал персонажей мультфильмов и играл со зрителями в разные игры, такие как Handman и Pictionary. Спать во время эксперимента он не мог, но выдающимся рекорд стал не только благодаря времени виртуальной реальности, но и тому, что во время стрима собрались пожертвования, которые затем были переданы детской благотворительной организации. Так что ж, фильм «Матрица» все ближе и ближе. Четвертое место. Самый быстрый дрон в мире. Однако британскими инженерами удалось разогнать модифицированный дрон Racing League до 263 км в час. Правда, для самого коптера этот полет стал последним. DRL Racing X невероятно легкий, всего 800 граммов. Он использует пару батарей емкостью 1300 мАч. То есть общая емкость батарей такая же, как у современного айфона. Они питают 4 электродвижка. Максимальная скорость беспилотника составляет 289 км в час. Зарегистрированные 263 км в час стали средней скоростью на дистанции 100 метров с учетом разгона. А это означает, что на практике коптер запросто обгонит на трассе Ford Mustang и Chevrolet Camaro. Но до скорости обычного пассажирского самолета ему еще далеко. Третье место. Первый протез конечностей, созданный на основе видеоигры. Протез был создан для геймера Дэниела Мелвина, давнего поклонника серии игры Deus X, где главный герой Адам Дженсен является обладателем пары очень функциональных протезов рук. Протез был создан компанией Open Bionics с помощью 3D-сканера руки и 3D-принтера. На его изготовление ушел всего один месяц от рисунка до воплощения. При этом стоимость протеза в десятки раз ниже большинства аналогов, а функциональность очень высока. Второе место. Самый быстрый реактивный костюм для полетов. Ричард Браунинг, основатель и главный пилот-испытатель британского технологического стартапа Gravity Industries, попал в книгу рекордов Гиннеса благодаря скорости 51,5 км в час, которую ему удалось развить благодаря шести турбинам, работающим на керосине и обладающей тягой, равной 22 кг каждая. Костюм управляется только движением пилота и до сегодняшний день считается единственным летающим прототипом железного человека. Полет. В экзоскелете управляется изменением положения тела, при этом две турбины на спине призваны сохранять общий баланс. Управляя турбинами на руках, пилот задает вектор движения, а если он хочет увеличить скорость, то вытягивает руки и выставляет грудь. Буквально как в Тони Старк фильме. Теоретически Дэддал, как назвал свое творение Браунинг, сможет развивать скорость до 450 км в час. И первое место. Хорошо, когда мечта становится реальностью. Помните летающий скейт Марти Макфлая? Нечто подобное уже давно создано и даже занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Ховерберт способен развивать скорость до 100 км в час и поднимать человека на высоту до 3 км. Флайборд Эйр оснащен четырьмя 250-сильными реактивными двигателями, которые питаются керосиновым топливом из бака, расположенным в ранце за спиной пилота. Управляется транспорт будущего с помощью пульта в руке пилота и наклонов летающей платформы. А стабильность в воздухе обеспечивает алгоритм, компенсирующий силу и направление ветра, изменение положения тела пилота и перепады веса за счет расхода топлива. Мне трудно сказать, какой из этих рекордов самый впечатляющий. Решайте сами. С одной стороны, каждый уникален, а с другой, я уверен, возможности роботов гораздо шире, и в будущем они еще смогут нас удивить. Самых крутых роботов по моей версии смотрите в ролике. Ссылка должна появиться где-то здесь, здесь или здесь. А на сегодня все. С вами был Александр Байкер. I'll be back. С вами был Александр Байкер.